здравствуйте дорогие мои друзья рада вас приветствовать на моем канале наступило утро и как всегда наступает приходит извечный вопрос что же позавтракать что же приготовить сейчас первым делом я значит сделаю себе свой разведу свой коллаген и выпью из этого начинается мое каждое утро вот сейчас я возьму кипяточек вот сейчас я его добавлю сюда в холодную водичку вот теперь я добавляю две ложки с горочкой желатина и коллаген добавляют у меня этот я уже показывала вот он сок лимонный лиминетта даже вот добавляя чтобы она была потому что желатин он нейтрально у него нет он не вкусный цвета вот добавляю вот выпиваю свой коллагенчик и сейчас вот тут у меня карточки такие лежат на этих карточках я себе выписываю всегда рецепты и сейчас я выберу себе что я приготовлю на завтрак себе сейчас быстренько я сбегаю магазин куплю что-нибудь и приготовлю себе завтрак а дальнейший процесс я покажу потом дальше ну вот прибежала я с магазина побежала купить только куриные грудочки вот купила 600 грамм куриных грудочек как раз по рецепту и я сегодня вот я решила что я буду делать куриные блинчики купила значит вот это филе филе куриные купила это только хотела купить но купила еще салат себе я всегда салаты готовлю помидорчики вот такие хотела огурец купить но огурцы такие не хорошие какие-то водяные ну нутеллу кончилось внук завтра придет у нас вторник как всегда яйца сегодня беленькие вообще люблю коричневый молоко потому что молоко я тоже вечером тепленькая на ночь перед сном пью ну и в рецепт она мне нужно булочку себе купила вот такая булочка белковая абенброчи называется и в лидле продается вот такой я себе покупаю булочку ну и раз я пошла в магазин значит я купила еще вот такие виски джак даниэльс номер 7 40 процентов вот подарок или нет сами с подружкой руки вот такие закупочки я по пути сделала как всегда я и стратила 30 евро хотя шла купить только куриные грудки ну вот дальше готовить ну и так начнем рецепт у меня перед глазами начнем значит из вот из куриного филе я сделала фарш вот видите какой красивенький значит мы сначала добавляем лучок у меня он замороженный я покупаю специально в пакетах потом от разом размораживает так фарш у меня всегда уже готовый лучок добавляем так сделать фарш луком влить молоко яйца соль и перец так бить яйца яйца по рецепту у меня стоят два яйца но они у меня маленькие поэтому я взяла 3 яйца соль и перец так что мясо перчику добавим перчик соль так все теперь мы должны все это размешать и пробить блендером сейчас мы его включим осмотрим что тут у нас получится а молоко же еще над головой так влить молоко молоко вот здесь у меня 150 грамм так теперь блендером а 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 ну вот да до однородной гладкой массы ну вот она такая масса видите такая получилась я не знаю маленько а или не знаю еще маленько так ну все видите такая масса получилась такая масса получилась ручки значит теперь мы добавляем сыр возле сыр у меня 150 грамм но тут у меня на грамм на 20-30 больше и и муку что-то не сильно густо все получается добавили и теперь будем размешивать не блины а целая котлета получается сама готовлю это блюдо первый раз вычитывая в интернете я люблю учитывать что-нибудь такое как бы для меня подходящие так как я на низкоуглеводной диете поэтому я стараюсь больше такие блюда готовить вот сегодня уже считаю десятый час я где-то пол восьмого встала пока я покушаю 10 часов 6 покушала 16 часов у меня получается как бы интервальное голодание ну вот такая масса у нас получилось но теперь будем сейчас мы перейдем сковородочки и продолжим процесс вот начинаем процесс жарность я одну вот такую ложку большую положила сковородочку и и вот таким образом вот он у меня получился блинчик надо бы маленчик все сильней раскатать так расправить огонь помедленно потому что все таки мясо чтобы она маленько прожаривалась не попробует красивый блинчик получается маленько толстоватый но следующий я попробую посильнее сковородки раскатать хватает одна большая ложка такая сверху вот такие блинчики получается вот так мы жарим ну я думаю что может быть если я думаю что они прожарятся если не прожариться можно и в принципе еще и пропарить ну вот таким образом мы жарим наши блинчики ну вот мои блинчики готовы получились у меня сначала я сделала вот эти они маленечко толстоватые тяжело на сковородке было их раз как стать дело тонким слоем и вот они мне получились такие толстоватые потом я решила добавить еще маленечко молока и вот у меня получились вот такие значит блинчики ну все равно как-то мне что-то форма не понравилась думаю один блин такой я не съем и поэтому я решила сделать вот такими оладушками вот оладушки вот видите ну конечно оладушки все-таки это мясное блюдо я думаю что я сейчас еще выложу в сковородку и накалю сковородочку и посложу их туда и маленечко воды налью чтобы она как бы паром чтобы они маленечко пропарились потому что все таки это мясное блюдо и хотя я и жарила сначала я как бы на быстром огне вот жарила видно что они маленечко быстренько пережаривается потому что там сыр и за счет широк сыра получается такая как бы корочка и поэтому я потом выставила печку значит у меня 9 отделения на 4 поставила и вот я потихонечку жарила но я говорю для все таки для подстраховки я еще свои как бы маленечко пропарю вот я свои как бы оладушки сложил на сковородочку просто на чистую сковородку ну там жир маленечко оставался под этим и сейчас я крышка тут у меня вот сейчас она маленечко нагреется сильнейше когда начнет я добавлю вот я набрала водичку маленечко сейчас я добавлю и на крышку да не знаю сказала я или нет когда я первые постряпала мне показались слишком толстые и тяжело на на сковородке разглаживать и поэтому я добавила еще молока где-то 100 грамм так что смотрите с молоком можете сами добавлять потому что вначале у меня как бы по рецепту эта масса получилась мальчика густоватое ну вот сейчас по моему согрелась сковородочка вот я сейчас и под крышку и сейчас я печку отключаю и вот они так минут пять-десять постоят они пропарится и я уже буду уверена что я мясное блюдо как бы она готовая ну и буду значит вот сейчас завтракать еще сколько же время вон уже 10 часов сейчас я буду завтракать кофе пить и с этими с блинчиками ну а на обед я себе значит приготовила вот уже курицу которая жмурится ляшечку сейчас сварю себе бульончик хороший малинечко овощей туда и вот с этими блинчиками мясо я отдельно пожарю от курицы уберу там на завтра или что а бульон я похлебаю вот с этими оладушками блинчиками как или назад или я буду и кушать вместо хлеба для меня конечно это кучи много я думаю что я остатки как всегда заморожу и они мне будут мороженые так все идем завтракать ну вот наконец-то я готова приступить к завтраку завтрак у меня готов я конечно уже попробовала их блинчики оладушки очень вкусные конечно мясные вот с зеленым салатиком я думаю будет очень вкусно кофе вот мое все утро провозил около целых два часа пока приготовил но зато вкусно и что-нибудь интересненькое вот покушала я конечно не всю тарелочку съела я всего два штучки съела салатик с зеленым салатиком было очень действительно вкусно рекомендую кофе выпила вот остатки вот не остатки там еще у меня я значит сложила что-то плохо видно вот так сложила вот так в дозочку дозочку сложила сейчас вот накрою закрою и в морозилочку вот и когда надо будет я себе достану давайте всего хорошего пока пока в конце я напишу напишу как бы рецепт что какие ингредиенты я добавляла ну и экспериментируйте как как вы хотите чтобы погуще если по если побольше молока добавить то можно сделать конечно и потоньше но у меня вот так получилось я уже показала что какие у меня разные варианты сейчас я их заморожу и у меня всегда под рукой будет готовое блюдо приятного аппетита пока пока